Начало полетов на Кубок России по парапланерному спорту состоялось с опозданием в один день. Виной тому стала плохая погода. Однако, по признанию самих спортсменов, к таким форс-мажорам им не привыкать. Наоборот, незапланированная передышка позволяет лучше настроиться к соревнованиям психологическим. Погода – это уже за столько лет привычно, что приезжаешь, и погоды, как обычно, нет. То есть, это редко, что вот приехал, и вот сразу и погода, и сразу и пошли. Нет, обычно вот всегда так чуть подождали. Наоборот, долгожданно, и уже хочется полететь и скорее бомбить их. В программе состязаний представлена всего лишь одна, но, пожалуй, самая сложная в парапланерном спорте дисциплина. Ее суть заключается в том, что пилот должен с 200-метровой высоты точно рассчитать с учетом ветра и прочих факторов траекторию своего полета и приземлиться в обозначенный сектор диаметром 15 сантиметров. Спортсмен должен это все учесть и подобрать соответствующую глиссаду, чтобы, используя возможности данного параплана, с которым он летает, чтобы, как говорится, обеспечить себе нормальный приход в район цели, ну и в дальнейшем, соответственно, попадание в эту цель. Примечательно, что соревнования такого уровня впервые проходят в Брянске. Однако местные организаторы уверены, на следующий год наша область сможет принять и чемпионат страны. В следующем году мы заберем самарский чемпионат России, который проходит ежегодно в Самаре. Мы заберем его сюда, а в Самару отдадим кубок. Победитель Кубка России, то есть только первое место, попадает в сборную страны. Кстати, в этом году брянцы являются безоговорочными фаворитами розыгрыша Кубка. Брянская парапланерная школа считается одной из лучших в стране. И сегодня практически половину состава сборной России представляют именно наши спортсмены. Виталий Угримов, Иван Самошенков. События. Брянск.